Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Инициатор дела Роттердам Плюс признал решение ВАКС об обоснованности его закрытия. Экс-нардеп Виктор Чумак, по заявлению которого в 2017 году НАБУ открыла дело Роттердам Плюс, прекратил оспаривать решение прокуратуры о его закрытии. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия коррупции. Виктор Чумак отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства Роттердам Плюс, сообщил ЦПК. Уточнив, что Чумак согласился с решением судьи ВАКС и прокурора САП о законности закрытия этого дела. Сам Виктор Чумак подтвердил, что отказался от попыток оспаривать решение ВАКС о закрытии дела. Он объяснил это нежеланием сотрудничать с Игорем Коломойским, который пытается возобновить это дело в собственных интересах. Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом, пояснил Виктор Чумак. Чумак являлся единственным законным заявителем по делу Роттердам Плюс, что подтверждено решением суда первой инстанции. Таким образом, после отзыва Чумаком, своего иска, заявителей в этом процессе больше не осталось. Оспаривать дело продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество. Напомним, дело Роттердам Плюс длилось более четырех лет. Было проведено свыше десяти экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Всего государственные. Экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы Роттердам Плюс, следует из решения суда. 20 мая 2021 год САП закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления. 13 октября ВАКС подтвердил законность и обоснованность этого решения прокуратуры.